6 миллионов казахстанцев оформили социальную помощь с внедрением цифровой карты семьи. Пилотный проект стартовал в сентябре прошлого года. Сейчас специалисты работают над дальнейшим усовершенствованием информационного ресурса. Какие виды услуг можно получить, не обращаясь в госорганы, расскажут наши корреспонденты из Павлодара. Оформить пенсию, пособие или адресную помощь теперь можно автоматически, без заявления. Все данные о социальном статусе и материальном положении граждан находятся в цифровой карте семьи. Она аккумулирует сведения из разных госорганов. Место жительства, количество детей, доходы, выплаты в пенсионную систему, ОСМС и многое другое. Это значительно упрощает работу госорганов. Но самое главное, граждане могут получить почти все госуслуги дистанционно. Цифровая карта семьи позволяет назначать пособие в проактивном формате, то есть без ожидания заявления от получателя. Алгоритм такой. Семья, имеющая право на получение госгарантии, получает СМС-уведомление от Минтруда. В случае согласия назначаем пособие и перечисляем на счет получателя. Об этом новшестве знают не все. Некоторые за мошенников принимают и приходят, уточняют. С внедрением новой системы очереди в цунок значительно сократились. Услугами новой системы воспользовались 220 тысяч повладарцев. Полутора тысячам семей назначили адресную социальную помощь. На сегодняшний день в рамках пилотного проекта доступно 11 видов операций. Со следующего года эта перечень дополнит услуги сферы здравоохранения и образования. Цифровая карта семьи, она на данный момент аккумулирована системой Smart Data, это документ, в котором хранится вся база данных государственных органов. То есть через эту базу данных можно узнать о состоянии в целом семей, их бюджете, их доходах. Также можно узнать о наличии их кредитов. Эта информация вся эта проверяется. И после возникновения социального риска государственными органами отправляется СМС-оповещение. Специалистам предстоит интегрировать в систему базу данных 24 государственных органов. Это позволит охватить все виды государственных гарантий. С 2025 года цифровую карту семьи внедрят повсеместно. Катерина Попкова, Акмарал Есимханова, Даулет Кошкарбаев, Хабар-24 из Павлодара.